Работа по реконструкции аэропорта Ингушетии в самом разгаре, но реализация этого масштабного проекта временно озадачила желающих быстро добраться в Москву и прилететь оттуда в Ингушетию. С сегодняшнего дня этот вопрос уже снят. Как и было обещано главой республики, как только позволила взлетно-посадочная полоса. В аэропорту приземлился первоклассный самолет Boeing и компания UTR взяла на себя обязательства по обслуживанию рейсов. Как прокомментировали Юнзбеки Фкуров и Андрей Марштиросов, генеральный директор UTR, главное условие, которое поставил руководитель региона, это высокое качество обслуживания и гибкая ценовая политика. Ну, полен был, я думаю, очень комфортный. Мы провели в воздухе чуть больше двух часов, 2.05, и заход на посадку, и посадка были очень мягкие, поэтому я думаю, что, конечно, самое главное спросить у пассажиров, но я уверен, что всем все понравится, и этот рейс поставлен в ежедневное расписание, будет выполнять полеты 364 дня в году. 1 января только у нас, по нашим правилам, мы рейсы не выполняем. Так что хочу пожелать успехов и приятных полетов всем пассажирам. Вы знали, что Boeing садится первый раз, и полосы только сдаются после реконструкции. Опасения были какие-то? Нет, была уверенность. Рядом с руководителем республики это абсолютно, чувствуешь себя совершенно спокойно всегда. Мы сделали специальный тарифный план для этого рейса, и почти 30% билетов на этом рейсе по достаточно низким тарифам продается. Это даст возможность тем, кто не имеет возможности покупать билеты очень дорогие, заранее их приобрести. Это, как правило, социально незащищенные слои населения, это и пенсионеры, это и студенты. Те, кто не может спланировать, точнее, те, кто может спланировать заранее, те, кто не покупает билеты сразу перед вылетом. Поэтому руководство республики поставило такую задачу. Я думаю, что рейс будет заполняться не только жителями республики, может быть, и из соседних регионов тоже будут летать на этом рейсе, потому что мы планируем здесь поддерживать хороший уровень цен. На самом деле, в современном мире это очень ценится, когда все выполняют свои обязательства. Я думаю, что и мы не подведем, будем стараться. Вот здесь я скажу по этому поводу. Конечно, такая авиакомпания, она не на прибыль сейчас себе работает. И я думаю, что в ближайшее время на прибыль не будет работать. Но из-за наших хороших отношений и из-за того, что мы виделись один раз в Красноярске, и человек дал свое слово, что мы сделаем, он сделал. Это дорогого стоит. Наверное, поэтому у него и такая хорошая компания, и такая авторитетная компания, и сам такой человек авторитетный. Он обещал, он сделал. Но мы, конечно, тоже не будем постоянно эти вещи цыганить. Мы тоже оправдаем и сделаем так, чтобы они были уверены. А так, конечно, от нас такой большой прибыль в дневной компании не будет. Но это из наших отношений. Спасибо за то, что свое обещание выполнил. А я дальше тоже буду выполнять свое обещание. Глава республики и почетных гостей, возглавляющих компанией, заказчика реконструкции аэропорта, подрядчика и ее ТР, встретили председатель правительства республики, министры, молодежь, кадеты и артисты государственной фалармонии. Отведав национальное блюдо и насладившись национальным танцем, все направились к основному корпусу аэропорта, побывали в зале ожидания, осмотрели прилегающую территорию. Далее в конференц-зале аэропорта состоялось совещание, на котором были обсуждены текущие вопросы. До начала лета правительству и руководству аэропорта поручено изучить ситуацию с пожеланиями пассажиров и определить новые маршруты, которые введет компания ЮТР. Глава озвучил также предложение пересмотреть питание на борту Боинга с учетом национальных и религиозных особенностей большинства пассажиров. Если не получится обеспечить мясо халяль, то пусть будет рыба, уточнил Инус Бекевкуров. Также глава республики одобрил подобранное расписание. По его мнению, оно хорошо подходит вылетающим с обоих концов. Большое внимание на совещании также было уделено льготной перевозке, подготовке пилотов из Ингушетии на базе ЮТР и обеспечение пассажиров комфортными условиями. Я хочу выразить сегодня огромную благодарность и сказать огромное спасибо, Андрей, вам и вашей компании. Я еще раз искренне говорю, для всех, чтобы было понятно, мы познакомились в Красноярске на форуме, летели в самолете в Москву, да, и по дороге просто я рассказал про нашу проблему и про наши пожелания. Просто взял человек и говорит, ну давайте мы вам поможем, сделаем. Вот то, что мы говорили, оно вот сегодня осуществилось, и это огромное спасибо. Да, мужчина дал слово, мужчина его воздержал. Спасибо, просто по-человечески приятно. У авиакомпании есть мощные самолеты, заменяющие Ту-154. Это и по топливу дешевле, я думаю, что и по билетам, по перелету туда-обрату будет дешевле. Уже на хач запланируете, чтобы, если мы заключаем сейчас соглашение, договора, значит авиакомпания уже сама будет разбираться, уже договаривается, уже там, на месте, что стоит делать, что не стоит, там уже как... Когда нам начинают рассказывать, что там только определенную авиакомпанию пускают, ну, я в это не верю. Уже сейчас начинаете искать ребят, человек 10. Те ребята, которые по линии этой компании поедут учиться на пилотов. Для генподрядчиков, для Росавиации, для подрядчиков, которые ремонтируют, для руководства аэропорта. Работу продолжайте. Вот то, что нельзя сделать в зиму, оставить, а остальное все уже продолжать. Обустроить территорию вокруг. По-быстрее это все надо сделать. Обу, понял, да? Это все надо по-быстрее. Надо удобство создать, чтобы меньше было пыли, грязи. Все условия создать. Ну, а вам надо по-быстрее это все оборудование восстановить, и внутри тоже все работы закончишь. Редко такое происходит в практике, когда впервые на аэродром приземляется самолет первого класса. Это действительно большое достижение. Это сделано для людей. И, конечно, если бы не личная воля и такая настойчивость главы республики, наверное, это событие бы еще не скоро произошло. Но то, что сегодня мы здесь, что сегодня прилетел полный самолет, 116 человек, это очень приятно. И первый рейс такой, который прошел при полной загрузке, это хороший знак. Главное, чтобы все знали, что первый рейс, и доверились Марсягову Абу, подумали, что, наверное, это качество. Полоса не побоялись, полный рейс самолета. Понимаете, как? Подвиг совершили все. По традиции хотелось бы поблагодарить строителей, подрядчиков, которые сделали свою хорошую работу. Поэтому сегодня была очень мягкая посадка, ровно, без рывков, без ям, без ничего. Хотелось бы, чтобы этот аэродром также эксплуатировался бы и на радость всем. Мы проведем мониторинг, месяц-два подготовимся к этому вопросу и четко вам все это выложим на стол. Дальше просим вас совместно проработать вопрос о расширении нашего сотрудничества. Огромное спасибо. Огромное. В течение нескольких дней будет налажена система электронного обслуживания. Чуть больше времени понадобится на завершение работ по реконструкции. Глава республики еще раз напомнил всем министрам о запрете на перелет бизнес-классам. Особое внимание Юнезбек Ивкуров поручил правительству уделить строительным и отделочным работам. Надо сделать аэропорт очень красивым, подчеркнул Юнезбек Ивкуров. Пресс-служба главы республики Ингушетия специально для программы Вести.